Приветствую вас дорогие любители и знатоки шахмат, с вами сегодня мастер Фида Максима Мариев И на Кубке Мира начались четверть финалы Лишь 8 сильнейших гроссмейстеров мира добрались до этой стадии Ну а у девчонок уже полуфиналы, поэтому мы их посмотрим всех вместе Не так много партий, мы разберем самые горячие моменты первых партий одной четвертой Вот как выглядят пары сегодняшнего дня Магнус Карлсон играет с индийским гроссмейстером Гукешем Дамараджу Ниджат Абасов против Сантоши Ведита Фабика Руана играет с Лениером Домингисом И индийское дерби Арджуна Ригайсе против Рамеш Бабу Прагнанандхи Конечно, самая интересная партия Магнуса, поэтому вкусненькая мы оставим на конец Эта партия и самая интересная получилась у нас Хотя, некоторые были горячие моменты и до этого Прежде чем начать просмотр, напоминаю, дорогие друзья, что в нашем телеграм-канале Выходит оперативный контент с места событий, фотографии, эксклюзивные дневники Мы здесь с командой работаем, поэтому подписывайтесь, залетайте в телегу прямо сейчас, там самый смак Жду вас А мы начинаем с партии Прагнананда Ригайси Я считал легким фаворитом Прага Все-таки он блестящий матч провел против Хикару Накамуру И в целом очень уверенно на этом турнире шел и оставил на него Но эта партия меня немного удивила Ригайси здесь играет Д4 Ход понятный на борьбу Конечно, брать не очень хорошо из-за конь Д4 И пограживает какие-то вилки Поэтому Белый играет Е4, нападая на коня И что же делать теперь? Если коням отступать, скажем, на Е7 То после ферзь Д6 у черных серьезные неприятности Висит ферзь, висит пешка на Д4 Хотим ладить С7 сыграть при случае Белые здесь просто выигрывают Но у Варигайси было все посчитано Он играет Комбиот Ж3 Жертвует коня И после ФЖ Совершенно хладнокровно Д3 Не ферзь Ж5 С нападением и на ладью, и на пешку Потому что здесь у белых был оборонительный ресурс Ферзь Е1 Защищаем как пешку, так и ладью Поэтому Д3 играет черные Слон Ж2 И этот ход, судя по ползунку, грубая ошибка Так и есть У белых был единственный спасительный ресурс Это тонкий профилактический ход Король Х1 Чтобы король не был под шахом после ФБ6 И здесь получалась вот такая ничья Причем единственными ходами Тут и черные могут доиграться Они без фигуры Им надо играть ЛДФ2 Если пешку толкать вперед То после ЛДФ1 Атаки нету Пешка никуда не пройдет Мы с ЛДФ2 сыграем Тут даже черные проигрывают Поэтому они после КХ1 должны играть ЛДФ2 Ферзь Д6 Ферзь Ж5 И получался вот такой вариант Сели на Ф1 Но грозит мат Поэтому черным приходится давать вечный шаг Ферзь Ф8 Это будет мат Поэтому черные здесь вот такой вечный шаг дают И делают ничью Но вместо этого Прагнананда играет слон Ж2 Хоть тоже можно понять С одной стороны как-то пешку прикрыли Но с другой Слон здесь нападал на Д3 Не совсем ясно для чего так было сыграно Последовало ФБ6 Король Х2 ФФ2 Может быть такую глухую оборону Рассчитывал уйти Праг И думал, что здесь худший позади Но он кое-чего не учел Ладья Е2 следует С идеей продвижения пешки Д2 и Д1 И выясняется, что пешку уже никак не остановить Д2 Потом можно ЛДЕ1 сыграть И пешка проходит Даже можно сыграть, к примеру, после Ферзи 7 И Д2 Скажем, на Б6 можно И отдать Ферзя здесь Провести Ферзя Тоже выиграно будет Но еще чище Может быть даже При случае сыграть ЛДЕ1 Не прямо здесь Тут как раз-таки ЛДЕ1 может оказаться неточностью Потому что Мы даем вот такой шаг Меняем Ферзей Еще Слон Ф3 сыграем Это немного не то В общем, грозит Ферзь Ж1 Грозит ЛДЕ1 Поэтому белые меняют Ферзей Ходом Ферзи в 6 шаг ЛДЕ1 шаг дают Подгоняя короля Ну а что еще делать остается Король Ж1 Своим королем спешат на помощь Но король черных бежит вперед Король Е3 Сильнейший ход Единственный для игры на победу Если брать на Е2 То здесь просто мы проводим Ферзя И получается выигранное пешечное окончание Давайте посмотрим Что было в партии в дальнейшем После Слон Ж4 Регайси играет Х5 Гонит этого слона Заставляет взять ЛДЕю свою Забирает в итоге праг Дает шаг ЛДЕ1 И здесь подвязывает на Ф2 Для того, чтобы успеть сить пешку на Ф7 Забирает на Ф7 После Д1 Ферзь ЛДЕ1 связка Ферзь теряется Но выясняется, что это абсолютно проигранное пешечное окончание Поэтому здесь Прагнананда сдался Еще могло последовать Королев Ф1 Короли побежали в центр К пешке Е4 Здесь черный просто играет Ж5 У белых куча сутсвангов Здесь Например, вот так Их могут короля согнать На Ж4 Х4 И все Королю надо отойти Пешка теряется Поэтому Праг был повержен в первой партии Видит Довольно упорную партию провел Сабасовым Долго возил в равную позицию Даже чуть хуже получил Но в итоге ничья У Домингиса были серьезные шансы на победу Но Фаби был стоек И у нас ничья Прежде чем пойти к решающей партии сегодняшнего дня Я рекомендую вам, дорогие друзья Обратить внимание На нашего спонсора Компанию Винлайн Смотрим видео И идем дальше Мы сделали Новую вселенную ставок Винлайн Она огромна Но главное Видно сразу Мы собрали лучшие Турниры и лиги Но найти любой матч Просто В ней Твои ставки принимают Без пауз Здесь Ты можешь следить За двумя трансляциями Одновременно Здесь Ты получаешь преимущество На каждом шагу Открой Новую вселенную ставок Винлайн Совместно с Винлайн Мы запустили розыгрыш В котором у вас есть возможность Выиграть шамотную доску С автографом Магнуса Которую я лично подписывал На Кубке Мира На прошлом Вот здесь фотография Регистрируйтесь по промокоду ЧЕС Если вы ранее регистрировались По прошлому промокоду Вы также участник Все что нужно сделать Это Внести депозит на свой счет И тогда вы становитесь Участником Розыгрыша шамотной доски Прежде чем пойти к Магнусу Главному герою сегодняшнего дня Доску которую вы можете получить Давайте все таки посмотрим Девчонок У них две пары Анна Музычук Играла с госпожой Салимовой Которая обыграла Полину Шувалову Вчера в тайбрейке И здесь как мы видим У Салимовой даже поприятнее позиция Слона вырубили Можно было возить Вот если здесь поменяются ферзи То будет абсолютно безнадежно Например Ну как-то так Белый захотят поменять ферзей Позиция сразу проигранная станет Потому что С таким слоном Его просто как будто нет в игре Он никак не может выйти на волю Разве что играет король g2 Жертвовать пешку Потом f3 Как-то так худо-бедно Еще можно его вызволить из плена В общем черные могли без риска играть Но согласились на ничью Считаю что это плохой симптом Салимова боится Анну Музычук Трус Не становится победителем Кубка Мира В принципе ладно Она черными фигурами сегодня играла Может быть завтра беленькими Покажет мастер-класс А вот У Горячкиной с Тань Джуньи Было все куда веселее Здесь Тань Джуньи Играет конь f4 А этот ход не точный Лучше было сыграть ладе d1 Давить ладами на пешку d5 И не допускать контрресурса Типа d4 Ведь после коня f4 Горячкина играет именно так d4 Если пешку забирать То после ладе c2 У черных здесь серьезная активность На а2 висит Хотим этого коня согнать Потом второй вторгнуться На вторую горизонталь Второй ладе я имею ввиду Поэтому е4 играет Тань Джуньи Но этот ход Только усугубляет ситуацию Ладе c2 Захватили линию c Белые как-то окопались Но они не учитывают Слабость черных полей Следует размена И слон g5 Подвязали коня А на g3 h4 Выбиваем опору Из-под этой лошадки Ладе d4 последовало Шах дает Горячкин еще шах И забирает пешку на а2 Ну жажб брать Особо толку нет Мы можем даже Слона в 4 шах Здесь прописать На король g1 Слон g3 Какие-то матовые сети Уже грозят Поэтому е5 играют белые Надежды на какую-то Контр игру И слон d2 Жесткий вырезающий ход Плюс слон Подключается К продвижению пешки Б Ладе d7 И а4 Горячкин жертвует пешку Е6 Король отходит Чтобы не было никаких рисков Скажем после Хода аб Е7 И пешку не так просто остановить Поэтому король f8 Играет горячкина Ба Б3 Пешка мчится вперед Трезво Ладе b7 Б2 Один ход И она становится ферзем Ф4 Фе Ну тут понятное дело Что уже все конечное Попытка поставить Какой-то вечный шах После коня h4 Ну следует слон b4 Убийственной силы Ход Брать нельзя Из-за b1 Ферзь с шахом Мы потом забираем ладью еще Ну тут даже мат будет Ну или конь на конь g2 Просто съедим Эту ладью Потом заматуем Блестящий ход Конь g6 последовала Король g8 И белому пришлось сдаться Нет защиты от b1 Ферзь А это значит Что горячкина Первую партию выигрывает Черными фигурами Очень велик шанс Что она пройдет в финал Но у мужчин еще четверть в финал И Магнусу Карлсону Встретился на пути Самый сильный Индийский юниор Гукеш Ди Вроде как его зовут Дамараджу Но почему-то На Кубке мира пишут Просто ди Просто ди И он играет Ди фо Д4 Д играет д Как и положено Конь f6 Слон f4 Слоник выскакивает Образуя лондонскую систему b6 играет Магнус Уже начинается Легкое хулиганство Этим ходом Магнус дал понять Он играет на победу Любым цветом Не будет делать Какую-то сухую ничью Черненькими Пытаться укрепиться Нет Это не его стихия Конь c3 Это уход в сторону Конечно здесь Кукиш каким-то образом Подготовился К ходу b6 После слон b7 e4 Не так просто сыграть Потому что здесь У черных два удара Белый играет f3 Готовят Продвижение e2 e4 e6 e4 a6 Профилактика против Конь b5 При случае Конь мог Неприятно скакнуть Или гнуть пешку На c7 Поэтому a6 сыграл Магнус Верс d2 d5 Удар по центру И 3 0 Жертва пешки Магнус побоялся Брать сразу И правильно сделал Там у белых Была хорошая компенсация Играть с ломбой c4 a3 Ну конь подвязан Был неприятно Размен И d1 Все-таки Магнус Теперь пешку забирает У него здесь два удара Разумеется Белые не стали брать На e4 Там после конь e4 Ферз подвисает Они играют d5 Жертва второй пешки Но если играть ed здесь То слон бьет c7 С отыгрышем И на b6 еще висит У белых перевес Поэтому Магнус Поэтому магнус играет Конь бьет d5 Нападая на ферзя И на слона Это вилка Но следует Ферзь бьет g7 Ответное нападение На ладью Плюс сели пешку Ладью конечно нельзя отдавать Поэтому ферзь f6 Защитой ладьи Происходит размен Слон e5 Напали на коня Вынудили король e7 Чтобы не было рокировки И слон bc7 Забирает пешку Гукеш Конь d7 Слон g3 У нас материальное равенство У белых два слона Кажется что все прекрасно Но индийский кроссмейстер Недооценил Ядовитость позиций черных Ладья g8 Ладья идет на открытую Полуоткрытую вертикаль Точнее Поддавливая на пешку Слон e2 Но здесь я считаю Просто гениальный ход В исполнении Магнуса Король e8 Кто бы здесь Сделал такой ход Ладьи соединены Хочется ладья c8 Вывести как-то Может быть сесть на f3 Что за ход король e8 Смысл довольно прост Чтобы не было нигде Слон h4 С подвязкой коней Например Ладья c8 Слон h4 Вот здесь Может быть не самый удачный пример Ну хорошо Давайте опять Слон h4 Если брать на g2 Может последовать Ладья бьет д7 удар Сели на f6 И выиграли две фигуры За ладью Ну это как иллюстрация Может быть не совсем корректная Просто я хотел сказать о чем После Король e8 Этих угроз уже нету Гениальный ход В исполнении Магнуса Но на то он легенда На то И именно доску с его автографом Вы хотите выиграть Fe играет гокеш Надоело ему это напряжение в центре Конь e4 Магнус отведал пешку Хочет сесть на g3 Проблемами это может обернуться Поэтому Гукеш решил упростить позицию Все разменять Слон f3 играет Подвязал коня На взятие Асж Уничтожается куча фигур у нас здесь Но если бы здесь Белые сыграли Слон бьет b7 Промежутки Был такой ход Тоже на самом деле То после Коня h1 Слон a8 Коня f2 Какой-то начинался Замес небольшой Хотя это может быть Было Меньшим из зол Для белых Но надо обратить внимание Вместо коня h1 Еще и ладья a7 Есть ход Это посильнее На асж Ладья b7 Ну и получилось бы Примерно то Что и было в партии Поэтому давайте Быстрее перейдем к этому Асж Слон бьет f3 Конь f3 И съели пешку на g3 Здесь черная В исполнении Магнуса Но пешка h7 потеряна У нас материальное равенство Кажется что Вот-вот будет ничья Давайте не будем забывать Кто играет черными фигурами Конь d4 Конь e5 Ладья e1 Ладья g4 Напали на коня Магнус готов перейти Владейник И отмечу вот эту его черту Кстати говоря На нападение Он не думает об отступлении Он очень любит Напасть в ответ На удар отвечает Контур удара На нападение Контур нападения Играет максимально жестко Вот здесь он на ладья e1 Напал на вражеского коня Вместо отступления Произошел размен И эта позиция Ее опасность Недооценил гукеш Грозит мат на d1 Ну это ерунда Он конечно это увидел c3 Ладья f4 И ладья g8 Начинается охота за пешкой g b4 Не точность Может быть стоило Как-то королем бежать сюда Король d1 Е1 Либо король d2 Бежать королем На королевский фланг После же b4 Дополнительные слабости В лагере белых Хотя их сложно За этот ход осуждать Все таки у нас здесь Три против двух На сердцевом фланге Хочется инстинктивно Пешки толкать вперед Делать проходную Но это неверный путь Б5 играет магнус Фиксирует обе пешки Король b3 Среди a4 Ладья g4 На пешку напали уже Но контр нападение Со стороны гукеша На f7 отдавать не хочется Поэтому размен ладей И a4 f5 играет магнус Взяли взяли Ну и тут момент истины Гукеш недооценивал Всю опасность своей позиции Надо было играть c4 Уже жертвовать пешку Вот такой вариант Тут конечно По-человечески Может быть непросто Против магнуса Играть окончание Без пешки Но если там все проанализировать То ближе к ниче все таки Шаг могли дать Пашихова здесь b5 Такой вариант b6 еще пешку скинуть На взятие ладья e3 Точнее ладья d6 Это будет ничья Как-то так надо было Пытаться делать ничью уже Не от хорошей жизни Но играет ладья a2 Гукеш С идеей где-то ладья a5 Сыграть Напасть на пешку И магнус холоднокровно Играет ладья g5 Во-первых Защитился от всяких разменов Во-вторых Есть при случае Идея сыграть f4 Чтобы пешку защитить ладью Вот так по пятой горизонтали Поэтому после шага Король f6 последовало И вернулся назад Гукеш Тут он показал свою беспомощность Он абсолютно не знает что делать Начинает топтаться на месте А магнус усиливается Ведет короля вперед Побежал вперед Гукеш уже беспомощен На самом деле Не то что такой плохой шахматист Тут уже реально делать нечего Пешки бегут вперед И после е2 Индийскому гроссмейстеру Пришлось даться Такая концовка Дело в том что мы хотим Сыграть ладья е3 И провести ферзя На шахе Мы банально можем Подойти королем сюда Скажем так вот Подойдем Проведем ферзя Контратака билов Запаздывает Мы еще пешку на g2 Забираем Ладью мы как-то За эти две пешки отдадим Но пешка f Решит исход партии Поэтому Вот так В триумфальном стиле Магнус Карлсон Обыграл черными фигурами Своего оппонента И выходит вперед В матче Завтра у него белые фигуры Я думаю что Он не будет делать ничью Вспомним его матч Против Иванчука Даже в ситуации Когда его устраивала ничья Он играл на победу Тут будет то же самое Поэтому Залетайте обязательно На нашу прямую трансляцию У нас будет супер гость завтра Вы все увидите Один из сильнейших Красмейстеров мира Участник этого кубка мира Не знаю говорить вам или нет Лучше залетайте Реально Этот гость еще у нас не был Очень мощный красмейстер Вам понравится А я вас благодарю за внимание Ставьте лайк Если вам понравилось это видео Подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать Новых интересных выпусков Обязательно в телеграм подписывайтесь Там у нас Выходит эксклюзивнейший контент С кубка мира А также скачивайте книгу У вас одна критическая ошибка Новичка в шамотах И увидимся На прямых трансляциях